Еще вопрос по Барбашову и Адмиралу. Конфликтная ситуация. Говорят, Адмирал говорит, что вы не должны были его вставлять на драфт расширения, а вы же, насколько я понимаю, у вас своя точка зрения. Что скажете, а у вас нет в команде? Адмирал не против, чтобы мы выставили Сергея. Адмирал, наоборот, за. Это, я думаю, его агент, оппозиция Сергея, наверное, не против, так сказать, какой-то сам вопрос. Но, как я понимаю, официальная информация о КХЛ, что мы все сделали правильно по рекламе, который нам был предоставлен КХЛ. Выставленник Адмирал и Сергей был выходом Адмиралом. Другой вопрос, наверное, больше к его представителю, данному служению, агенту. У нас с ним до конца не были оформлены обращения, то есть не был подписан контракт. И так получилось, что теперь это, наверное, проблема той команды, которую он был выбран. В связи, опять же, ссылаясь на просьбу, или как можно сказать, на регламентированную просьбу КХЛ. То есть каждый клуб выставил пять игроков, которые играли на миге. То есть пяти игроков, естественно, играется один, которые на миге могли пожертвовать на построение новой команды по Владивостоку. Вот такая ситуация. В России менеджеры любят повторять, что переговоры любят тишину. Джон заявил североамериканским СМИ о переговорах с Сергеем Федоровым. Вы всегда так открыты с прессой. Вы всегда так открыты с прессой. Вы всегда так открыты. Спасибо. Я всегда открыл для медиа. Но для меня, чтобы сделать работу, я должен рассказать моему команду. На НХЛ команду, я должен рассказать моему команду, что я оставлю их. Но я спросил их. Джон говорит, что он всегда общается с медиа. Во-первых, это работает. Во-вторых, он действительно открыт для журналистов. Плюс второе, такое обстоятельство, что он должен сказать был своей команде, в которой он работал. Это профессиональные, к сожалению, не прописанные правила о том, что его он покидает. Он хотел об этом сообщить. И уже он не знает, как команда распорядилась этой информацией. Да, у него было одно интервью. Я там свидетель, находился в северном Америке. В котором он сказал, что да, действительно, я с ним разговаривал о возможности приехать в Москву и работать здесь, в хотельном в офицерском. Но, к сожалению, была собрана опять информация и немножко тупо. Ну, журналист написал так, как он написал. И, естественно, у нас Джон состоялась после другого такого взрыва информация и определенные разговоры. выяснили своими позициями. В общем-то, к сожалению, журналист собрал все в кучу и решил написать в кучу. Но ведь он оказался прав. Он оказался прав. Ну, не считали. Плюс это случилось раньше, даже мы договорились. Так сказать, скроводнее всего. Субтитры сделал Я знаю точно, что Данил Брукс, он очень любит медиа, да? Ты всегда открываешь медиа и медиа-лайки. Я люблю медиа. Вы должны делать работу, я понимаю. И это наша работа, как тренировки, чтобы осуществить, что мы доступны. Делать, что вы делаете свою работу. Это очень важно. И вы знаете, я работаю на это долго, и я всегда получаю хорошую репортацию с медиа. И что вы хотите, мы всегда есть, чтобы помочь вам. Это мы здесь. Он говорит, да, я люблю медиа. Медиа тоже меня любит. Я понимаю, что это наша работа. Я даже буду помогать вам делать свою работу, потому что мы должны вместе как-то работать. Да, это профессионализм. Но я тоже от себя добавлю, что, возможно, именно Данил Брукс будет у нас ответственен за короткие предмачки. Может быть, вы должны быть ответственны для коротких интервью и глядей, для тех пор, для тех пор. Каждый и тех пор. Короткий, и 5, а короткий. Он от меня длинный расстояние. Степан Черчян, аргументы и факты. Я хотел бы задать два вопроса. Сергей Викторович первый. СКА взорвало медиа пространство. Я думаю, к сообщениям о подписании Павельчука. Есть ли возможность, что в ЦСКА приедет фигура такого же масштаба? И вопрос к мистеру Торчетти. В вашей идеальной команде каких же трех хоккеистов вы хотели видеть? Любых. Моя команда мечты, вот сейчас здесь не понимает. Много у меня состава ЦСКА Я так и выучен и выучен, когда с начала своей тревожной карьеры это та команда, которую под годовое время не была командующей. И вопросов? Ну, я думаю, не секрет, что у нас играл Павел Готов. В прошлом сезоне он очень бесно отзывался, исцелался на тот момент, что позволено было вращение здесь. Ну, вы все знаете, в сезоне он написал, для нашего сезонения, написал трехлетний контракт с Детройтом. Хотя у меня была встреча с Павлом. Наверное, за несколько дней было подписание Детройтом. Мне тяжело, как Майкджер, наверное, не иметь такого игрока, хотя возможность была через год получить Павла, чтобы он у нас выступал. Ну, как человек, который знает Михаила, знает что такое для игроков бодрости Павла. Я его прекрасно понимаю, почему он так поступил. Мы совершенно открыто пообщались, и абсолютно простая фраза была сказана. Я хочу расти как игрок, и я считаю, для меня удобен, выгоден, правильный вариант – это остаться для Михаила. Ну, то есть, дело нигде не до нас, в следующий раз. Ну, естественно, нет. Деньги и его, так сказать, статусе, и его масштабе, он это тоже прекрасно понимает. Выгода там, где надо. Но, я думаю, тут профессионализм, я думаю, возможность для семейного обстоятельства. Тут Детройт всегда сходил и будет ходить в концентр на выигрышку постоянно. Это просто интересно, наверное, с чистой человеческой стороны. Как я уже сказал, конечно, не была задача, как говорится, с Павлом подписать Павлом. Возможно, после еще одного года в Детройте, но он только в другой. К сожалению. Еще раз я говорю, но как человека, если я вот играю. Спасибо. У нас сегодня линейка, но еще пару вопросов. Вы можете задать? Нет, нет, в смысле? Может, кто будет сказать, Сергей, тут перевод много времени заседает, а главный клиент вполне объективных причин он не может ответить на большинство вопросов. Окей, давайте тогда, может быть, мы сделаем так, зададим, если есть вопросы один-другой главным тренером, он относится на чуть-чуть остановить. Так, если есть какие-то вопросы Джону или Дену, то... Вопрос специалистам. Успели ли они уже оценить подвижность Александра Родового? Человек постоянно в движении. Энергайзер. Энергайзер. У меня там – у нас нет, под ache, третий день, еще один материй недорог昨elu. Ну а под cultу 된 конкурса… Конкурса, так как же иде Аво, так как team это человек? То есть, он запретил это… Джон сказал, что кроме его энергии, кроме его сумасшедшей отдачи на льду, он очень хороший в плане самоотдачи и на земле, то есть он имеет в виду атлетический зал, он с весами работает, и он во всем лидер. Также Джон хотел бы отметить, что он должен кроме всех этих компонентов его тренировать и со стороны скамейки во время матча. Это один из аспектов, который он сейчас не мог бы подсветить и ответить. Но в плане его энергии, в плане общего такого состояния не изучает, да, он использует его качество. Сегодня вопрос Джона тогда. Было ли у вас какое-то прозвище, когда тренировали в Штатах? И догадываетесь ли, какое прозвище будет теперь? Потому что вам уже шепнули. А догадывается, какое в России будет и может шепнули уже? Торч. Да, да, да. Все используют Торч. Да, да, да. Все используют Торч. Да, да. Это Торч. Не Торч Апин, Торч Апин. Это сопрощенное... Ну его прозвище всегда было Торч. По тому, что у него начало его фамилии. А вы скажите, что в России есть слово, начинающееся так же, заканчивающееся чуть по-другому. Ну английским выражением окей. 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 Он имеет в виду слово Торчок. Да. Торчок? Тооч, окей. Нет, это состояние. Это не прозвище, это кинь состояние, да. Торч. Ну, сложно понять, что это там, что у него. Он оставил. Окей. Да, его уже называют Торч командой. Уже пошло. Так что стоит. Спасибо. 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 Иван говорит, что я уже смотрю на эти сборы, эта героиня очень ладит, которая совсем скоро начинается и понимает, что она работает над новыми компонентами. Действительно, я ожидаю этой работы и хочу приступить к ней, чтобы готовить команду и представить её в России к началу сезона, чтобы она была готова. Мы также можем добавить, что вы, как он уже раньше говорил, больше понимаете то, что можно в индивидуальном плане и командном плане. То, на чем надо работать, а то, на чем не надо работать. То есть, в общем и целом, рабочий порядок и изучение будут продолжаться все эти дни. Мы хотим быть самой, так сказать, усердной работающей команды. Мы хотим играть в хоккей. 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 Организованные хоккей. Каждую смену. Каждую минуту. Что будет так? Ученко. Ученко. Каждый. 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 Ученко. Мы очень рады работать с нашими ребятами, они хорошие люди, и я знаю, что многие из них играют в Норд-Америка, и очень-очень успешные игроки. Я хочу благодарить Торшу, Алексу и Сергей, за возможность работать здесь. Это огромное удовольствие. Возможности в этом клубе Торчете, который пригласили сюда ассистентом Сергея Федоровича, который пригласил нас. Он понимает традиции ЦСКА, он начал понимать их еще лучше, еще более не станет непонятно. С первых шагов того времени он на аэропорту вышел, с чем он поехал сюда. Спасибо большое. Спасибо.